В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В прошлом студии я, Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Джип для филармонии. Казахстанские чиновники не хотят ездить на отечественных автомобилях, поэтому закупают импортные машины на десятки миллионов долларов. Кто за такие тяжелые условия, когда музыкальным руководителям невозможно обойтись без джипа до 80 тысяч долларов? По-живому. В мэрии Бишкека решили вырубить тысячу деревьев для расширения одной улицы. Жители столицы категорически против. Тысячу сто тридцать четыре дерева должны вырубить, просто вырубить, взять и уничтожить. Вот эту всю красоту. На крайние меры. Бывший шахтер не согласен со своим увольнением. Рабочий всадил себе нож в живот прямо в суде. Право на работу. В Алма-Ате открылся специальный центр, который займется обучением и трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Обычные студенты, они наоборот бунтуют, они могут что угодно сказать. А вот эти специальные студенты, они наоборот слушаются, они внимательны. Парламентарии Казахстана обеспокоены покупкой дорогостоящих иностранных автомобилей для нужд государственных органов и предприятий. Депутаты фракции АКЖОЛ обратились с запросом к премьер-министру страны. Они настаивают на том, чтобы чиновников пересадили на автомобили казахстанского производства. По данным парламентариев, только с начала 2017 года для госорганов было приобретено более 400 дорогостоящих импортных машин, в том числе 40 новейших моделей внедорожников и более 100 представительских Toyota Camry. Чиновники ссылаются на низкое качество машин отечественной сборки. В ссылке на то, что наши автомобили якобы недостойны обслуживать госслужащих даже среднего звена, не более чем отговорки, прикрывающие завышенные амбиции и опломб некоторых начальников, которые хотят выглядеть и вести образ жизни, как большие бизнесмены из журнала Forbes. Например, Атараловский музыкальный колледж приобрел джип Land Cruiser Prada. Жамбылская областная филармония приобрела джип Land Cruiser 200 и так далее. Что за такие тяжелые условия, когда музыкальным руководителям невозможно обойтись без джипа до 80 тысяч долларов? Или в их творческих коллективах нет других проблем, а все музыканты не знают, куда девать бюджетные деньги? Депутаты призвали главу правительства рассмотреть вопрос об основанности проводимых закупок служебного транспорта национальных компаний и госзакупок. Они также считают необходимым привлечь к ответственности руководителей госорганов, игнорирующих поручения президента Назарбаева по поддержке казахстанского автопрома. В Бишкеке городские власти решили вырубить более тысячи деревьев. Все они расположены на улице, которую планируется значительно расширить. При этом жильцам о своих намерениях мэрия ничего не сообщила. Возмущенные горожане решили спасти зеленые насаждения, которые много лет уберегали их от жары и пыли. Подробности в репортаже Шавката Тургаева. О том, что деревья на улице Токтаналеева городские власти приговорили к вырубке, жильцы узнали случайно по красным знакам. Управление капитального строительства поставило крест на зеленых насаждениях в прямом переносном смысле. Вот видите, эти деревья, помеченные крестиком, они подлежат вырубке. На нашей Душанбинской, это раньше была ботаническая, Это здесь столько деревьев было, столько было посажено нашими отцами и матерями, а теперь они подлежат вырубке. Это 1134 дерева должны вырубить, просто вырубить, взять и уничтожить. Вот это всю красоту. Весь наш воздух, все наше здоровье они уничтожат за раз. Мэрия Бишкека задумала провести реконструкцию улицы. Два ряда для движения в перспективе станут четырехполосной дорогой. Делается это для того, чтобы разгрузить соседнюю, одну из загруженных центральных улиц города, проспект Мира. Горожане всеми руками за ремонт трассы, но категорически против уничтожения тысячи деревьев и кустарников. Мы за реставрацию нашей дороги, она действительно старая, это самая зеленая, старая улица города, это легкие нашего города. Мы за две полосы гладкой, красивой, чистой дороги, но не за четыре. Потому что четырехполосная дорога предполагает вырубку всех этих деревьев и под нашими балконами будет проходить высокоскоростная гоночная автотрасса. Владельцы частных домов тоже переживают. Боятся, что трасса подберется впритык к заборам. Есть вероятность, что власти эти ограждения могут и вовсе снести. Вот эти высоковольтные столбы будут заносить во дворы, что снесут все деревья, спилят, что еще. Ну, в общем, пугает то, что нет информации и взять ее негде. Однажды мы дозвонились в мэрию, нам сказали, это муниципальная земля, что хотим, то и творим. На помощь к жильцам пришли правозащитники. По их мнению, мэрия грубо нарушила законодательство. Они надеются, что власти в итоге учтут мнение горожан и примут Соломоново решение. Здесь нарушена статья закона о городостроительстве и архитектуре. Она четко и ясно говорит, что любая городостроительная акция должна проходить общественное слушание. Общественное слушание вот в данном сообществе, сообществе этой улицы, никогда не проводилось. Поэтому люди даже не подозревали. Они просто стали задумываться, от чего здесь чертят. Чиновники будто и сами сожалеют о том, что деревья придется вырубать. Но это шаг, говорят, веление времени. Машин в городе стало настолько много, что уже все не помещаются. Вот и приходится придумывать развязки. Обещают, где это возможно посадить молодые деревца. Правда, от этих обещаний жильцам легче не становится. Мы будем новые деревья сажать. Сегодня об этом мэр поручил задание Зеленстрою. Он будет готовить новые деревья. После произведения работ мы будем сажать. Мы это не из корыстной цели делаем. Это мы вынуждены с увеличением количества населения города, с увеличением потребности расширения дорог. Мы это вынуждены. Как бы нам тоже хотелось бы, но мы предусматриваем в других местах увеличить зеленые насаждения. Пока дорожники приступили к демонтажу старого асфальтового полотна. Деревьям еще не притронулись. Но уже очевидно, основная битва за легкие улицы еще впереди. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время Бишкек. Бывший шахтер одного из рудников корпорации «Казахмыс» ударил себя ножом в живот прямо в приемный суда Жасказгана. Таким образом, рабочий выразил недовольство по поводу своего увольнения с работы. Известно, что после получения увольнительного письма мужчина обратился в суд с просьбой восстановить его на рабочем месте. Его иск был удовлетворен. Однако представители «Казахмыса» подали апелляцию, и суд высшей инстанции все-таки утвердил увольнение. После ранения сотрудники специализированной службы охраны МВД вызвали врачей скорой помощи, и мужчина был госпитализирован. Позже врачи констатировали, что порезы были поверхностные и не опасные для жизни человека. Сообщается также, что шахтер все же готовит к ассоциационную жалобу в Верховный суд. Для многих жителей Таджикистана именно сейчас настал удобный момент для покупки долгожданного жилья. В столице наблюдается беспрецедентное падение цен на недвижимость. По сравнению с предыдущими годами цены новостройки в Душанбе снизились на 15-20%. Что послужило причиной и сколько сейчас стоит жилье в таджикской столице, выяснял Анушер Вонарипов. Квартиры в новостройках столицы падают в цене, и теперь Мехридин Давлатов, 23-летний молодой человек, наконец-то сможет себе позволить купить жилье. До этого он жил с родителями в городе Кисар, что в 40 километрах западнее Душанбе, и даже не мечтал о собственной квартире. Пока достроят дом, я уже по частям погашу задолженность за квартиру. Когда проведут остекление и закончат отделку, мы будем въезжать. Здесь будет 53 квадратных метра. Если перевести в доллары, получается 12 тысяч. В доме, где будет жить молодой человек, квадратный метр стоит порядка 2000 сомони. Это примерно 230 долларов. Мехридину повезло. Средняя цена за квадрат на окраине Душанбе – 300-450 долларов. А еще два года назад квадратный метр в таких квартирах стоил 500-700 долларов. Но в центре цены падают медленно. Если год назад метр стоил 1200-1400 долларов, то сегодня на 200 долларов дешевле. Цены снизились за счет подешевления арматуры. Доллар подорожал, а арматура наоборот. 1200 долларов стоила арматура. Стоимость квартиры считали в долларах из-за этого. Правда, подешевела и рабочая сила. Раньше час работы стоил 15 сомони. Сейчас мы платим половину, и они согласны работать. Даже на 5 сомони согласны. Специалисты рынком недвижимости говорят, что цены постепенно снижаются с начала 2015 года. Основные причины – финансово-экономический кризис и перенасыщение рынка жилья. Многие дома, которые сдали в эксплуатацию еще год назад, до сих пор пустуют. На цены влияет и уменьшение объемов денежных переводов мигрантов, объем наличности в обращении и снижение покупательской способности населения. Большинство наших покупателей являются трудовыми мигрантами в России. Мы связываемся с ними, они говорят, что заработка практически нет. Если подсчитать, каждый квадратный метр обошелся нам в 380-400 долларов. Но мы вынуждены продавать по этой же цене. Получается, что мы работаем в убыток. Несмотря на это, строительные фирмы продолжают точечную застройку столицы многоэтажными домами, так как в Таджикистане вложение денежных средств в недвижимость всегда считалось выгодным и приносящим дивиденды делом. Анушер Вонарипов, Насимый Самов, Бород Юсуфи. Настоящее время Азия. Таджикистан. Запрет российских сайтов и социальных сетей в Украине активно обсуждают и в Кыргызстане. Одноклассники до сих пор остаются самым популярным ресурсом среди жителей страны. В основном этой социальной сетью пользуются трудовые мигранты и жители провинции. Остальные российские интернет-сервисы обладают куда более скромными аудиториями. Однако в Бишкеке все большую популярность набирают такие ресурсы, как Facebook, Instagram, Twitter и поисковик Google. Каковы позиции российских сайтов Яндекс, ВКонтакте и Одноклассников в столице Кыргызстана, у горожан спросила Жебек Бегалиева. А как вы думаете, какие самые популярные социальные сети у нас в Кыргызстане? Ну это Instagram и Facebook. Ну еще и редко помним все только эти. А Одноклассники в ВКонтакте, они насколько популярны? Ну они уже не очень, но редко увидишь, когда люди пользуются Одноклассниками. ВКонтакт там пользуюсь. Она очень много пользует. ВКонтакте я дарамщица смотрю, какие дарамы новые выходят, переводы. А также там есть социальные, там Бишкек подслушанный этот, смотрю, какие там новости происходят. Ну а так там мои друзья, с ними общаюсь. Моя сестра в России тоже через ВКонтакт. Потому что в Однокассниках уже давно никто не сидит, а мы так с ней переписываемся. Я пользуюсь ВКонтакте. Ну я закончил московский вуз, поэтому все мои друзья московские, они все пользуются приложением ВКонтакте. Пользуетесь ли вы сайтами ВКонтакте, Яндекс и Мейл.ру? И для чего вы туда заходите? ВКонтакте музыку послушать. В принципе все. Общаюсь я по WhatsApp. Я сижу только ВКонтакте для прослушивания аудиозаписей в основном. Ну и общения с друзьями, знакомыми. А Яндексом или Мейлом пользуетесь? Нет, только Google. А я вообще интернет не захожу. У нас в Кыргызстане из соцсетей популярен Facebook, потом Одноклассники, потом WhatsApp. Пользуются также Viber, Telegram. Facebook пользуются люди с более высоким уровнем образования, одноклассниками, мигранты и молодежь в селах. ВКонтакте используется очень мало. Twitter использует активные в обществе люди с гражданской позиции, но их очень мало. Вы какими социальными сетями пользуетесь? ВКонтакте. А если бы у нас заблокировали эту социальную сеть, что бы вы сделали? Уехал бы отсюда. Уехал бы отсюда. Далее в программе. Право на работу. В Алма-Акте открылся специальный центр, который займется обучением и трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Обычные студенты, они наоборот бунтуют, они могут что угодно сказать. А вот эти студенты, которые специальные студенты, они как бы наоборот слушаются, они внимательны. Высокопоставленный представитель Конгресса США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Требование это было выдвинуто после того, как газета Нью-Йорк Таймс опубликовала статью, где утверждалось, что Трамп просил Коми прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флина с Россией. Председатель Комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе, республиканец Джейсон Шафетц, потребовал, чтобы необходимые документы были предоставлены не позднее 24 мая. Один из сотрудников ФБР, который видел записи Коми после встречи с Трампом, подтвердил агентству Рейтер, что президент Трамп попросил главу ФБР прекратить расследование против бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина. По словам сотрудников ФБР, в записи Коми было написано «Он хороший человек. Я надеюсь, что вы его оставите в покое». И вот теперь эту запись хочет увидеть и председатель Комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе, республиканец Джейсон Шафетц. В своем твиттер-аккаунте он написал «Я хочу видеть как можно быстрее. Я уже готов подписать ордер на получение этих документов». Требования Чафетца поддержал пресс-секретарь спикера Палаты представителей Пола Райана. Цитата. «Нам нужно знать все факты». Президента Трампа подвергли критике как демократы, так и некоторые сенаторы из республиканской партии. Комитет по разведке уже запросил дополнительную информацию. Я уверен, что и председатель Комитета Бур и сенатор Ворнер занимаются этим вопросом компетентно. Я думаю, что было бы лучше, чтобы Белый дом создавал меньше драмы. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, выступая в Сенате, сказал, что не ожидал, что неделя и без того насыщенная потрясениями принесет еще одно такое беспрецедентное. Меня потрясла статья в Нью-Йорк Таймс. Мысль о том, что президент пытался закрыть расследование ФБР относительно его близкого политического соратника. А за день до этого мы узнали о том, что президент раскрыл секретную информацию известному противнику. Тревога за нашу национальную безопасность, верховенство закона, за работу наших основных органов правопорядка растет. Наша страна проходит беспрецедентные испытания. Я говорю всем своим коллегам, история следит за нами. В феврале советник по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден подать в отставку, после того, как выяснилось, что он несколько раз говорил по телефону с послом России в Вашингтоне. Министерство юстиции США же считало его возможной мишенью для шантажа со стороны России. Записи Коми стали сигналом тревоги на Капитолии. Главный вопрос сейчас – можно ли расценивать действия Трампа как вмешательство в федеральное расследование? Белый дом отреагировал на эту статью Нью-Йорк Таймс быстро, сказав, что газета неправильно и неправдиво отобразила разговор между верховным главнокомандующим Трампом и главой ФБР. Агентство Associated Press сообщает, что Коми документировал все свои разговоры с Трампом, потому что считал их встречи, цитата, «странными и волнующими». То же самое агентство сообщает, что Коми готов дать показания относительно своего опыта работы с Трампом, но сделает это только публично, а не на закрытом обсуждении в Комитете Конгресса США. Напомню, что Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР 10 мая. Президент Трамп объяснил свое решение тем, что Коми больше не подходит для этой работы. Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование связи компаний Трампа с Россией, которым руководил Коми. Скандал вокруг записки Джеймса Коми последовал за другими не менее серьезными обвинениями в адрес президента Трампа в том, что он поделился с российскими дипломатами секретной информацией. По сообщениям сразу двух изданий New York Times и телеканала NBC, секретные сведения были переданы Вашингтону израильской разведкой. Телеканал ABC News сообщил, что Трамп на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым поделился донесениями израильского агента, который узнал о подготовке взрыва на борту пассажирского самолета. Израильский агент был внедрен в террористическую организацию «Исламское государство». Он сообщил, что террористы собираются взорвать направляющийся в США самолет с помощью бомбы, спрятанной в ноутбуке. Министр обороны США Джим Маттис, однако, не обеспокоен тем, как администрация распоряжается секретной информацией. На вопрос журналистов об этом он сказал так. Нет, на этом этапе нет. Я не знаю больше того, что читаю в газетах. У меня недостаточно информации, чтобы об этом говорить, но я не обеспокоен. Помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заметил на пресс-конференции, что действия президента полностью вписываются в стандартную практику обмена информацией на высоком государственном уровне. Сегодня президент Трамп начинает свой официальный визит в Израиль, страну, которая, по некоторым данным, предоставила эту секретную информацию, которую, как пишут американские СМИ, Трамп поделился с российским министром Сергеем Лавровым. Как в Израиле реагируют на скандал в США и повлияет ли это на сотрудничество между разведслужбами двух стран? Продолжает Дмитрий Дубов. Информацию о передаче Трампом секретных данных России в Израиле восприняли как такой тотальный шок. Официальные лица, понятно, молчат. Только потому, что в данном случае речь, если, конечно, судить по публикациям СМИ, идет о крайне чувствительной информации, связанной с деятельностью израильских агентов в исламском государстве. Только лишь министр обороны Виктор Либерман в своем твиттере написал, что отношения в сфере безопасности между США и Израилем были и остаются прочными и доверительными. Действительно, разведки наших стран в последние годы сотрудничают очень плотно, но вот любопытно посмотреть на реакцию. Реакцию даже не официального Иерусалима, а журналистов и экспертов в области безопасности и разведки. Все-таки несколько кризисов подобного рода уже были и их вспоминали. Сегодня от слива информации о переговорах с Сирией в последние дни правительства Рабина до вот этого знаменитого дела израильского шпиона Джонатана Полларда. Никто здесь, конечно, в Израиле представить себе не мог, что у нас, оказывается, есть свой шпион в исламском государстве. И если это действительно так, сливать подобного рода информацию считается, ну, в любых разведывательных сообществах, согласитесь, абсолютно неприемлемым шагом. Возникает вопрос, как можно доверять теперь президенту США, который передает информацию подобного рода России, ну, а она, в очередь, мы знаем, имеет тесные связи с Ираном. Именно поэтому, надо полагать, местные власти сейчас и молчат. Они, предположу, разруливают всю эту ситуацию по своим внутренним каналам связи. Накануне ночью состоялся личный телефонный разговор Трампа и Нетаньягу. Надо полагать, что речь там шла не только о визите Трампа в Израиль, но и об этом скандале. Я могу лишь предположить, что этот инцидент все-таки не повлияет на вот то самое партнерство, ведь оно продолжалось и в дни кризиса в отношении к Бенемина Нетаньягу и Барака Обамы. И обе стороны понимали, насколько важно обмениваться информацией, несмотря на личную неприязнь. Дело остается только за малым. Как теперь спасать того самого агента, который предоставил, по данным СМИ, Израилю секретную и очень важную информацию? В Алма-Ате открыт первый ресурсный центр подготовки для людей с ограниченными возможностями. На базе одного из городских колледжей здесь будут готовиться трудников для легкой промышленности и сферы обслуживания. Как будут обучаться люди с особыми потребностями, какие рабочие профессии актуальны сегодня и смогут ли выпускники центра найти себе рабочее место, узнал наш корреспондент Дмитрий Беляков. 20-летняя алматинка Гульвира Насырова – флорист. В этом году девушка заканчивает третий курс колледжа технологий и флористики. Она обучается по программе инклюзивного образования в обычной группе. Вопрос о трудоустройстве перед студенткой не стоит. Она уже работает в компании, в которой проходила производственную практику. Ресурсный центр – уникальный проект, который должен способствовать социальной адаптации людей с особыми потребностями. Новый статус позволит преподавателям Алматинского колледжа набирать группы по 12 человек, полностью состоящие из ребят с ограниченными возможностями. Учить будут по дуальной системе, то есть теория на базе колледжа, а практика уже на базе того предприятия, в которое будет трудоустроить выпускник. Айгерим Балаубекова в этом году набирает первую группу учеников с особыми потребностями. Она считает, что работать с такими студентами зачастую даже легче. Честно сказать, обычные студенты, они наоборот бунтуют, они могут что угодно сказать. А вот эти специальные студенты, они наоборот слушаются, они внимательные, очень внимательные. Они слушают, обращают на каждое слово, что мы говорим. И наоборот они стремятся что-то сделать. Новый центр работает на базе государственного колледжа. Учеба тут бесплатная. В этом году планируется принять еще 65 студентов с нарушением слуха или задержкой в развитии. Преподаватели с помощью сурдопереводчиков и психологов будут обучать по четырем специальностям. Строительный столяр, мастер по ремонту обуви, швея и флорист. В планах у руководства колледжа выпускать также автослесарей и ландшафтных дизайнеров. Для девочек швея профессия востребованная, столяр строительная востребованная профессия, обувщик по ремонту обуви, то вот здесь небольшие, конечно, проблемы возникают при данной специальности. Теперь, когда мы планируем открыть профессию, значит дизайнер, вот здесь мы еще не знаем, как у нас это будет обстоять. Руководство ресурсного центра берет на себя обязательство трудоустроить всех своих выпускников. В этом также будет помогать и Алматинская палата предпринимателей. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия. Вы смотрели программу «Настоящее время. Азия». Смотрите на социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и круглосуточно в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. С вами был Александр Касаткин. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!